Это и не танец, и не акробатика, и даже не борьба, а все вместе. Капуэйра. Уже три года Анастасия занимается этим видом боевого искусства. Однажды увидела его в фильме и с тех пор влюбилась в эти красивые движения. Меня привел к Капуэйре папа. Он показал мне фильм «Только сильнейший». Там была эта Капуэйра, и мне она очень понравилась. Я стала его упрашивать, и он все-таки нашел ее здесь. Этот же фильм только 20 лет назад вдохновил и ее инструктора. Только секции тогда не было. Да и само Капуэйра только развивалась в нашей стране. Осваивали движения из кино, тренировали друг друга. Мы сами были тренированы для себя. Потом, когда открылись первые школы в Капуэйре, старшие ребята ездили, обучались и приезжали, тренировали нас, кто помладше. Теперь многолетний опыт вот уже 10 лет он передает юным одинцовцам. Осваивать Капуэйру могут даже малыши, ведь главное здесь – растяжка, координация, чувство, ритма. Традиционное бразильское бесконтактное единоборство сочетает в себе боевые акробатические элементы. При этом удары не наносятся. Участники словно танцуют под звуки берембау – народного бразильского инструмента. Капуэйр для детей – это больше игровые тренировки, и основная цель которых – это физическое развитие детей, широкая база движений, развитие всех аспектов координации. Ребята с легкостью делают шпагат, сальто, колесо. А еще компас, армада, кишада – всего 52 движения, имитирующие удары и подсечки. Песни на португальском, которые хором поют для поддержки. За особое мастерство ученик получает пояс, который с гордостью носит на каждой тренировке. Такая работа в группах взаимодействия, сочетание физической нагрузки под музыку не только полезна для здоровья. Это помогает нестандартно решать сложные проблемы, уверен инструктор. А главное – дарит хорошее настроение. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.